МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это официальное оборудование. А вот осторожность не помешает. Крымские горы хоть и невысокие, но зевак не терпят. Узкая тропинка петляет в сосновом бару. Это искусственные посадки середины 60-х годов. Буквально 50 метров и на горизонте показываются отвесные серые аянские скалы. Это означает, что мы почти пришли к месту. Мы у пункта назначения. Это и есть Никитская расселина. Ширина этого геологического образования порядка 25 метров. Высота около 30, а длина 250. Древняя тектоническая трещина – излюбленное место экстремалов. Причем не только крымских. Сюда съезжаются любители и профессионалы со всего мира. Причин несколько. Уникальные каменные стенки, удивительная природа и близость к городской инфраструктуре. В некоторых местах скалы просто до блеска отполированы пальцами спортсменов. Это скаловазные маршруты. Каждый из них имеет свое название. Вот, например, абориген. А чуть дальше, чуть дальше располагается царь горы. Но самое романтичное имеет название – поцелуй Марии. По легенде, скалолаз долго не мог добиться расположения прекрасной Марии. Девушка поставила условия. Ответит взаимностью герою только после того, как он преодолеет отвесную стену, которую никто не мог покорить. В результате и отвесная стена была преодолена, и девушка отдала обещанный поцелуй. Одна из достопримечательностей Никитской расселины – пирамида Солнцева. Останец, который получил название в честь ученого-ландшафтоведа Николая Солнцева, который дал определение, как же образовалась эта геологическая структура. Два миллиона лет назад, во время поднятия крымских гор, от основной гряды откололась массивная глыба – отторженец. Несмотря на то, что ущелье само по себе довольно миниатюрное, здесь произрастает более ста видов растений. Вот эта пушистая ляна, например, называется ломонос или дикий клейматис. Сосна крымская, ладанник, можжевельник, высокий земляничник, мелкоплодный. Все эти растения – аборигенные крымские жители. Они уживаются в малейших трещинках породы, где скапливается хоть немного влаги. Чем ближе к пирамиде Солнцева, тем более сложным становится ландшафт. Это самый настоящий каменный хаос. Передвигаться здесь нужно с особой осторожностью. Осыпь живая, поэтому следует обдумать каждое движение, но ни шагу назад. С вершины ущелья откроется вид Ялтинского амфитеатра от горы Медведь до мыса Айтадо. По утверждению йогов, это место силы. В теплый период года здесь часто можно встретить эзотериков, медитирующих под звуки южного леса. Несмотря на сложность крутого каменистого подъема, цель полностью оправдывает средства. Панорама, которая открывается с вершины пирамиды Солнцева, окупает затраченные усилия. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня.